Здравствуйте, Игорь Михайлович Дамасович. Здравствуйте. Сегодня мы снова мочим вас битросами. И наш вопрос очень простой – сборки ваших ножей. Нет, ну все элементарно просто. То есть, если брать саму сборку, как слесарная работа, например, слесаря 2-3-го разряда, то есть ничего сложного. Здесь у нас есть заготовочки, скажем, независимые. Буат, Дамаск, разница. То есть, есть литье. И самая работа заключается в чем? Чтобы гардочку плотненько подогнать под обушел, чтобы она ровно садилась. И к этому ножу. Вот уже не подходит. Вот она здесь. Значит, ручка, дерево. Либо любое другое черное дерево, макасар, неважно. То есть, любое, но деревяшечку. То есть, рукоятка у нас делает основную обработку, делает штанок. Основную форму станок. И все доводит на слесарь. То есть, все-таки это на станке? На станке. Да, основной делает станок на степу. Это и более точно, и современно. И потом пропадает этот пресловутый человеческий кактор, пока чуть-чуть сюда, когда чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. То есть, все идеально ровно, все подогнано. Слесарю остается, что? Рассверлить рукояточку ровненько с обоих сторон. Убрать лишний материал и подогнать ее в корочку, чтобы она ровно садилась на хвостовичок. Хвостовичок у нас имеет длину на две трети рукоятки, что дает хорошую проживку рукоятки, независимо даже от материала, если взять, допустим, орех или косарь, достались, если мы покрепче, то есть, если мы покрепче, орех помягче, но арматура, которая идет в дверу, рукоятки, в пленную, вообще не смолу дает 100% качество, что рукоятка не от скотча, палец, не вылезает. Присадили. Задняя пяточка. Чтобы была проблема, дерево все равно живое. Играет. Садится температура? Да, абсолютно верно. И отскакивало. Но сейчас впаиваем шелух. И точно так же на ту же эпоксидную смолу все это садится, вклеивается, и уже надолго и навечно. Если с ручкой даже что-то случается, ее можно расколоть, снять заднюю гаечку, заменить рукоятку на другое дерево. То есть так тоже бывает. Ремонт, когда любимые ножики, вдруг там что-то ударили, и топором бы валил, бьют нечаянно, и у костра забивают, и ручка сгорает. Ручка меняется. То есть к вам нужно обратиться, чтобы там ручка подремонтировать? Нет, нет. Весь нож, вплоть до замены ручка, ремонт клинка, сколировка, шлифовка, заточка, все-все-все работы делаем бесплатно и в любое время. Ну вот как бы, вот такой вариант сборки. И сборка, когда глухую рукоятка идет, здесь гальточка у нас припаяна, но в принципе точно так же подогнана, все то же самое. Все садится, заливается по целому смелою и графикальным положением все это наслаждается. Но вот длина там, в том смысле. И нож, ни куда не ленится, сломается надежно снизу. После того, как нож клеем, у нас готов. То есть потом уже идет обработка, либо всечка, либо в ног. Извините, Игорь Ильич, всечка идет четки на готовую мишу или каясью отдаете? Нет. Когда слесарь уже все собрал, то есть осталось только в клее. У нас ручка готова, все подограно. Вот в это время отдается ювелиру и там идет либо всечка, либо нарезка. Ну, любая обработка с деревяшкой. То есть уже конкретная ножка? То есть не абы как? Нет. Не просто набор рукояти? Нет, нет. А конкретно нож? Конкретно. Конкретно нож, именно собранный, он уже вот готов. Осталось только так. Влить эпоксидную смолу. Потом уже идет работа либо гравера, либо сечка. Ну, то есть художник уже работает по готовой рукоятке. У него есть граница, скажем, пяточка он сюда не может залезть, чтобы у нас не было выпуклости. А остальное полет фантазии, по рукоятке-то можно тут ну, хоть гравировку, хоть сечку, хоть что-то, хоть подрезку. Мы все помним. Поэтому здесь как бы все очень просто, надежно и придумывать третий раз в эспектной шестой. Спасибо, Игорь Иванович. Да ради Бога. Приходите еще.